Переходим к следующей теме, о которой поговорим детальнее. Тотальное нарушение прав человека, самоуправство, пытки и убийства. За это США наложили санкции на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и его семью еще до того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Рамзан Кадыров перенял власть в регионе своего отца Ахмата и сейчас готовится передавать правление республикой своим детям. К этому времени его старший сын, которому 18 лет, получил должность замминистра Чечни по физкультуре и спорту, а после того, как младший 15-летний сын Адам на камеру избил политического заключенного Никиту Журавеля, ему дали медали. Отец лично сыну присвоил звание Героя Чечни и назначил начальником обеспечения охраны главы республики, не говоря уже о получении от правительства различных медалей и орденов. Дочери Кадырова, его племянники, братья, сестры, ближайшие родственники – все на высоких должностях. По оценке обозревателей BBC сейчас в Чечне из 158 чиновников высокого ранга 30% – это родственники Кадырова, 23% – управленцев односельчане Кадырова и около 12% госаппарата – это его друзья. Такую кадровую политику глава Чечни комментировал кратко. Кому доверяю, того и назначаю. Кремль к этому вполне лоялен. Как сообщает «Медуза», дети чиновники главы Чечни Кадырова, 23-летнюю Хадижат и 18-летнего Ахмата внесли в список российской делегации на климатическом саммите в Дубае. Старшая дочка Кадырова Ишат очень быстро продвинулась по карьерной лестнице. В свои 24 года она уже стала вице-премьер-министром Чечни, а также министром культуры. Вдобавок к этому, уже в декабре ее ввели в состав сразу нескольких советов и комитетов при правительстве региона. Буквально за две недели ее фамилия появилась в официальных документах «Десятка структур». Теперь она якобы будет защищать права людей с инвалидностью, заниматься молодежной политикой и культурной жизнью Чечни, а также решать, кого награждать медалями и орденами, а еще оценивать эффективность работы органов исполнительной власти. И это далеко не все ее нынешние обязанности. Тенгиз Аблоти, журналист Эхо Кавказа у нас в эфире. Тенгиз, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, то, что в Украине это называется кумовство, не знаю, как назвать это на Кавказе, назначение близких родственников, друзей, это не Кадыров придумал, не с Кадырова это началось, это вполне себе принятая практика. Но хочу вас спросить, насколько он превзошел даже принятые на Кавказе обычаи и традиции в этом смысле? Значительно превзошел, потому что тот режим, который он там сейчас создал уже несколько лет, там ничего кавказского уже нет давным-давно. И в последнюю очередь его можно назвать чеческим по менталитету, по образу мысли. Чеченцы – кавказская нация. Понятно, что там непотизм присутствует, там они тоже родственников за собой тянут. В общем, этот грешок есть. Но то, что сейчас делает Кадыров, это скорее, я даже не знаю, как это характеризовать, это какая-то восточная деспотия. Хотелось бы какую-нибудь страну найти, с которой можно было бы сравнить, но как-то неудобно оскорблять людей по национальному признаку. Это абсолютный беспредел, абсолютная вседозволенность. При этом такую власть дали в руки человеку, откровенно необразованному, буквально там четыре класса образования, с очень своеобразными представлениями о жизни, с очень своеобразным кодексом чести. Но обратите внимание, для него факт, что его сын избил на камеру, причем беззащитного, практически связанного человека, который полностью в их власти находился и не мог ответить никак, ни с какого бока. Это в его представлении мужской поступок. Хотя на самом деле это и в Чечне, и везде, и на советском пространстве. Это называется крысятничество. Так ведут себя крысы, так ведут себя трусы. И ни один настоящий такой, вот в чеченском понимании, тем более мужчина не позволит себе вот на камеру избивать заключенного, который не может ответить, который там заведомо слабее, который, ну там, единственное, что не связан. Но я хотел бы одну вещь подчеркнуть. Я всегда это говорю, это многим надо объяснять. Я вот только что сказал, это очень не чеченское явление. Это не то, что не чеченское, это античеченское явление, потому что настоящая вот Чечня, вот какая она есть, вот там исторически, ментально, там близко этого нет. Ну вот вы представьте себе, чеченцы – это нация, у которой в языке нет понятия «вы» применительны к отдельному человеку. Ну то есть, когда мы говорим «на вы», то это значит, что мы там грузины, украинцы, там европейцы. Но европейцы, когда переходят в речи на «вы» в отношении конкретного человека, это показатель уважения. А у них этого нет. У них они типа все равные. Это иногда шокирует, что незнакомый чеченец может с вами заговорить и сразу на «ты» начать, и вам кажется, что это фамильярность, но на самом деле это специфика языка. У них никогда не было ханов. Вот Рамзар Кадыров – это первый хан в чеченской истории. У них были какие-то феодалы, которые, конечно, там угнетали крестьян, не без этого, но вот такого централизованного, живодерского государства, такой деспотии, персонифицированной причем там никогда не было. И более того, вот сейчас, например, там Кадыров буквально вмешивается вообще во все. Ну вот, может, там избить парня за одежду, или бегают за девушками с каким-то пневматическим пистолетом и объясняют, как одеваться. Это абсолютно неприемлемо. Для традиционной Чечни это смертный приговор. Его бы убили давно уже, потому что ни один чеченец не имеет права вмешиваться в дела семьи. Семья может выразить недовольство. Семья может убить своего члена семьи. Такое тоже бывало. Окружающие могут тихо на ухо нашептать. Вы знаете, вот ваш родственник ведет себя не очень хорошо, вы как-то на это воздействуете. Но так, чтобы какие-то непонятные типы кому-то что-то указывали, с кем встречаться, как ходить, в чем одеваться. Вот сейчас они там носят сплошные арабские одежды. Никогда у них этого не было. Чеченник всегда ходил в нормальной, обычной гражданской одежде, плюс папаха, и у них цилиндры были очень популярны. Женщины, если ходили в обычной одежде, ну, просто могли быть с повязанной головой, ну, и то не всегда. Одевались, конечно, скромно, там, без всяких коротких юбок и так далее, но, тем не менее, это была обычная цивильная одежда. Ничего похожего с тем, что сейчас там происходит, там он близко просто не был. Так что, ну, вот я вот таких примеров могу приводить, ну, не знаю, сотни. И просто потом еще вспомнить, и что, оказывается, я что-то очень важное забыл. Я это к тому, что Кадыров по своей сути, по своей ментальности, он уже давным-давно не чеченец. Он уже давным-давно стал, не знаю, даже каким-то восточным ханом на службе у империи, которые... Страшные вещи там происходят. То есть, они вот привили то, чего у чеченцев никогда не было. Вот это чинопочитание. Вот это они там ходят с троем, рассказывают про то, какой Рамзан хороший, стихи слагают. Там 5-6-летние дети в школах выступают, стихи читают про Рамзана, про Ахмада. Никогда этого не было. Стоп-чеченец какого-то там начальника восхвалял. Единственное, они могут восхвалять там и петь песни, скажем, про своего деда, которого они уважают. Или, скажем, там есть какой-то народный эпос про абреков, про каких-то... Таких сильных личностей, которые воевали. Но эти песни появились через десятки, через сотки. Там Байсангур и так далее. Но это все через десятки, сотни лет после того, как они уже умерли, и о них уже давно все забыли. То есть, это такое оскорбление Чечни, то, что сейчас происходит. Это вот, понимаете, вот... Раздеть человека до трусов на камеру за то, что он там что-то сказал. Ничего такого ужасного не сказал, никого не выругал, никого не вымотил. Просто раскритиковал власть, что для чеченцев это абсолютная норма. Вот они всегда были такими. И вот сейчас вот вы видите, что происходит. Там, если кто-то скажет против Кадырова, он мог бы просто до трусов раздеть и бегать по стадиону. И все это будут снимать. Он будет там извиняться и так далее. Родственники извиняются за своих детей, которые ничего не сделали. Это тоже там не стали гомосексуалистами там или девушки не стали там проститутками. А просто там парень высказался там свое мнение, пусть даже за рубежом. Вот за рубежом. Это тоже кошмар. До полного идиотизма доходит. Вот вышла замуж чеченка за армянина. Ну, кому какое дело, кроме ее семьи? Скажем, я догадываюсь, что традиционной чеченской семье не понравится никому, что дочка вышла замуж до армянины. Но это будет дело ее семьи. Максимум узкого круга людей. А тут пропаганда пошла. Кадыров включился. Все эти Махмуд, Дауда, вот эта вот вся банда начала нажимать на родственников этой девушки. Как она опозорила чеченский народ и так далее. Что бы какие-то посторонние люди вмешивались в дела Чечни, в дела чеченской семьи по поводу того, за кого их дочка вышла замуж. Его давно бы в землю уложили, если кто-то с улицы это посмел. И вот этот кошмар там происходит. Именно последние 10-15 лет идет абсолютная попытка, по крайней мере, не знаю, что из этого получится, попытка абсолютно переделать менталитет чеченцев в худшую сторону. Не то, чтобы там привыкли и привить им законопослушание, порядок. Если бы это было так, я бы ничего не сказал. Да, ну, немножко такой анархичный народ, и немножко им законопослушание не помешает. И такие вещи, ну, мы сами из постсоветского пространства и знаем, что в белых перчатках такие вещи не делают. Но ведь нет, не в этом же дело. Они, наоборот, пытаются сделать хуже. Пытаются сделать чеченцев какой-то безликой массой. Даже не центрально-азиатская. Я не хочу оскорблять центральных азиатов. Даже там такого нет. Северная Корея. Ну, где Северная Корея? Где кавказский народ? Где чеченцы? Кошмар абсолютно. Тангиз, а вот перед тем, как вы к нашему эфиру присоединились, мы говорили о том, каких карьерных высот достигли уже на сегодняшний день. Дети Кадырова, достаточно молодом возрасте, это там 18 лет, 24 года. Это уже должности министра, либо заместителя премьер-министра. А обязанности свои на этих должностях они исполняют? Зачем там какие-то обязанности выполнять? Кто будет от них? И там ничего, не нужны никакие обязанности. Во-первых, ничего делать не надо. Это хозяйский подход. Это моя территория, это моя собственность. Вот у вас есть, грубо говоря, дочка, сын, а вы владелец крупной корпорации. Ну, она ваша, личная. Вы же поставите своего сына или своей дочери директора. Ну, если даже, допустим, он очень тупой, ничего не умеет, ну, хотя бы заместителя вы ему найдете, который там будет что-то делать, по крайней мере, чтобы окончательно все не завалить. Ну, а ваш сын, не дай бог, конечно, никому такое не пожелает, но он будет ходить туда-сюда, там, красоваться перед камерами, кого-то там избивать и так далее. Не требуется это, они хозяева. Он чувствует себя хозяином этой территории. И он считает, что он имеет полное право назначать кого угодно, куда угодно, потому что это же его собственность. Ну, как это? Это мой ресторан, это моя ферма, да? Я свой ресторан, кого назначу? Да, это же мое дело, никого же не касать. Вот абсолютно ханский и абсолютно такой подишавский подход абсолютно необразованного, неграмотного, ну, не знаю. Даже не знаю, как его дальше охарактеризовать. Это нормально, естественно. Для такого рода людей как могло быть иначе? Это же не какая-нибудь вам просвещенная диктатура, это вам не Августопиночет, да? Это вот, это худший вариант восточного хана. Самое страшное вообще. Тенгиз, в заключении хочу спросить у вас, вы из Грузии, включаетесь к нам. В Грузии, в Кахетии есть Панкийское ущелье, место компактного проживания чеченцев. Расскажите, а они-то там не подверглись влиянию кадыровщины? Это чеченцы свободны от его влияния? Как они относятся к своим собратьям, которые по ту сторону Кавказского хребта вот настолько изменили своим укладом, своим традициям и живут под гнетом Кадырова, его режима, его родственников? В Панкийском ущелье есть некоторое влияние, там тоже разный социум, там есть люди, которые очень религиозные, гомофобные и так далее. Но в целом, поскольку они находятся в другой стране, здесь другие законы, другой образ жизни, у них там абсолютно другие права и так далее, был какой-то период, когда они находились очень сильно под влиянием Кадырова, потом была война в Сирии, там очень много было, даже крупные полевые командиры были на стороне оппозиции. Но сейчас все стихло, успокоилось, там никакого шума нет, они живут в общем сами по себе, то есть от них требуется там соблюдать какие-то элементарные законы, там, ну, в общем, ничего так явно не нарушать, но при этом образ жизни у них свой, и центральное правительство не пытается их прям так сильно переделать. Вот, и в отношении своих собратьев, ну, а там люди не очень разбираются в политике, и, ну, они, это их соотечественники, чеченцы, и на бытовом уровне, там, они туда-сюда ездят, и поскольку это народ не очень политизированный, то вот о таких вещах, о которых мы сейчас с вами говорим, они, в общем, не очень, не очень им интересуются, они относятся к Кадырову так же, как относится нормальное, абсолютное большинство чеченцев. Вот есть вот такое явление, ну, никуда не денешься. Это сам по себе факт, я вот вам скажу, кличка Кадырова в Чечне – академик. То есть уже ирония, да? Он же там член какой-то там академии, там, чего-то, чего-то. И это уже ироничные отношения. Потому что настоящего академика никто академиком называть не станет. Это то же самое, что когда там уродливого человека называют красавцем, да? Ну, ирония видна. Так что академия не очень хорошая. Они все знают, что это просто позор. Это просто он оскорбляет чеченский народ. Но поделать никто с этим ничего не может. Вопрос, Ингиз, про Грузию. Позвольте тогда вам задать. Просто я в свое время изучал и общался с семьей Джохара Дудаева активно. И известно, что у Джохара Дудаева, как у президента тогда Ичкерии, у него были очень теплые отношения с Грузией, связи, были с Звиадом Гамсахурдия, вашим бывшим покойным лидером. А как сейчас вообще относятся в Грузии к чеченцам? В целом, как-то вычленяют их из северо-кавказских народов, из народов Российской Федерации? Или нет какого-то отдельного отношения к этому народу? В первую очередь вынуждены развеять этот стереотип. На самом деле никаких хороших отношений у Джохара Дудаева с Грузией не было. Более того, он посылал сюда боевиков во время войны в Абхазии. То есть этот грех на нем есть. И сейчас его пытаются как-то замолчать, что чеченцы там воевали против России и так далее. И даже идет такая небольшая, не небольшая, а просто хорошее искажение истории. Вот так же вот смотришь, там ставят посты, там что большой друг Грузии, когда он не был большим другом, у него полок кровь в грузинской крови. Он воевал, он посылал, угрожал, говорил, что будут теракты и так далее. Он был полной долей во всем, что произошло в Грузии. То, что он дружил со Звиадом Гамсахурди, это была его личная дружба со Звиадом Гамсахурди, она никак на грузино-чеченских отношениях не сказалась. Это была личная дружба двух человек. Несколько тысяч чеченцев тогда, это были настоящие солдаты, это не были эти обезьяны-кадыровцы. Они сыграли огромную роль в том, что Грузия потерпела поражение в этой войне. Так что большинство к Дудаеву относятся либо нейтрально, есть очень небольшое количество таких идейных, которые не знают или пытаются сделать вид, что не знают о таких особенностях отношения Дудаева к Грузии. А еще есть те, кто знают, вот такие, как я, которые к Дудаеву относятся резко негативно. Да, он искупил частично свою вину тем, что воевал с Россией, но Абхазия от этого ближе нам не стала. Что касается отношений чеченцев как к народу, понимаете, Северный Калказ, это вроде бы здесь, рядом, но на самом деле это очень далеко. То есть 99% грузин, которые там не живут рядом с Панкийским ущельем и так далее, они вообще не соприкасаются, чеченцы, дагестанцы, они даже не могут различить. Да, есть какое-то общее пятно, Северный Кавказ, там мусульмане, там какой-то душок опасности от них исходит, но вот так, чтобы какое-то специфическое кому-то отношение, то это только у тех, кто разбирается, кто имел какое-то с ними дело там, ездил или интересуется чеченской войной и так далее. А вот так вот, в общем, чем я сейчас не имею в виду массу там базарников и таксистов, которым все наплевать, я говорю про там активную, про людей там с активной жизненной позицией, для них Северный Кавказ это что-то чужое, и где-то вот какое-то одно большое целое пятно. Тенгейс, большое спасибо за то, что к нам присоединились, Тенгейс, облотия журналистов о Кавказе, напомню, был в нашем эфире.